Ежегодно 5 октября отмечается Международный День Учителя. Наши корреспонденты провели опрос среди горожан, вспоминают ли они школьные годы и что бы хотели пожелать своим учителям. Каждый год в начале октября отмечается очень важный и трогательный праздник – День Учителя. Это профессиональный праздник работников сферы образования, отмечаемый во многих странах мира, в том числе и в России. Наша съемочная группа вышла на улицы города с опросом, вспоминают ли горожане своих учителей. Вы помните сами своего первого учителя? Недокия Афанасьевна была у меня, первая учительница. Она уже была в возрасте, когда я училась, но тем не менее я ее помню. Я учитель, учитель по профессии, но я когда закончила школу, 10 классов, поступила в Благовещенский педагогический институт. Окончила его, работала в школе там же в Благовещенске. Ну, вот так и прошло время. Вы бы хотели что-то пожелать нынешним молодым учителям, что-то сказать? Ну, молодым учителям больше своих дел таких, чтобы они пришли, ученики в школу, и увидели, что учитель подготовился к уроку. У него какие-то там такие и вопросы, и ответы он работает с классом. Только это. Какие у вас были учителя? Добрые, хорошие? Может быть, какие-то были строгие? Ну, некоторые были строгие, некоторые были добрые, хорошие. Наш классный руководитель. Я в 56-й школе училась, в городе Хабаровска. И у нас Надежда Игнатьевна, помню, до сих пор. Уже у меня возраст такой, что забывается фамилия и эта. А так, хорошая учительница, классный руководитель. Она нас везде водила, на все мероприятия водила, везде. Ну, учитель русского языка. Всему научила. Молодец. Хорошие учителя были. Все. Ну, а что? Что? Ну, ходили, гуляли, прогуливали, как и все. И дети, как и все. Вот. Ну, так все хорошо. Ну, это Кудинов был еще в первом классе. Это где-то в 50-х годах. Вот. Часов Федорович. Вот он, первый мой получитель и первый любимый. Вот. Такие дела. Поздравляю всех педагогов. Желаем счастья, здоровья и успехов в работе. По традиции, это праздник не только учителей, но и учеников, и их родителей. Юные горожане с теплом и гордостью рассказывают о своих учителях и своих победах в учебе. Пытаюсь подключиться хорошо во второй школе. Это первая школа, в 8-й. Вот. И в 8-й В, получается. Очень хорошая учительница Анастасия Сергеевна и Анна Сергеевна. Анастасия Сергеевна и Анна Сергеевна. Просто лучшие учителя на Амурске. Поздравляю вас с днём учителя, чтобы у вас всё было хорошо, и ученики были послушные. И дальше английский шёл. Просто отлично. У вас есть какой-то любимый учитель? Да, математики. Вам нравятся предметы? Да. Как вы учитесь? На пятёрке, на четвёрке. Ну, бывают и тройки тоже. Дорогие учителя, поздравляю вас с праздником, учителей. Спасибо вам за то, что вы нас учите, терпите нас, когда мы что-то делаем неправильно. Большое вам спасибо. Мой любимый учитель — это Богдан Алексеевич, учитель английского. Он очень хорошо ведёт. Он молодой современный учитель, также он был в Америке, и он безумно классно ведёт английский язык. И ещё учитель общества знания и истории — Любовь Михайловна. Она тоже очень классно ведёт. Мой самый любимый учитель — учительница. Учительница русского языка — Любовь Дмитриевна. Она, к сожалению, уже уволилась, ушла на пенсию. Я её обожаю. Она мне стала как родная бабушка. Я хочу пожелать ей здоровья, чтобы её ученики всегда помнили её. Приходили к ней в гости, поздравляли со всеми праздниками, чтобы у неё всё было отлично, хорошо. С Днём учителя вас! Наша классная учительница — самая классная учительница, которая есть в школе. Она новая, но очень хорошая. Она с Вячеславом, зовут учительницу так. Самая лучшая учительница на свете жила, чтобы у неё никогда не болели дети. Она прожила долго-долго-долго, не болела никогда. 5 октября мы будем поздравлять наших дорогих и любимых учителей, дарить им не только цветы, но и тёплые слова благодарности. Коллегам я желаю очень сильного здоровья. Не то слово «терпение», а как было раньше, у нас учёба происходила и как мы учились, и как мы сейчас немножко разница есть. Ну, как говорится, терпение учителям тоже — это много чего значит, что оставаться, как говорится, настоящим учителем должен быть сильным во всём, во всём оружии, как говорится, на занятиях, в творчестве своего дела, учения. Здоровья, всех благ, счастья, мира. Всё время это мы говорили с первого класса, с земли. Меня зовут Юлия Мишукова, я учусь в 6-й школе, в 8-м классе. Я поздравляю всех учителей в 6-й школу с праздником, с днём учителем. Особой благодарности хочу выразить нашим учителям, кто-то именно у нас. Мы вас очень сильно любим, всем 8-м классом, и мы поздравляем с этим великим праздником. Варвара Викторовна, я вас поздравляю с праздником учителя, желаю вам счастья, здоровья и чтоб хватило вам терпения. Любовь Михайловна, поздравляю с днём учителя. Желаю счастья, здоровья и чтоб были хорошие ученики. Галина Геннадьевна, поздравляю вас с днём учителя, желаю вам терпения, здоровья. Желаю вам здоровья, терпения и хорошей жизни. Поздравляем всех учителей. Сестра у меня учительница. Туда переехала с тын. И живет здесь. Она учительница. Она учительница. Она учительница. Она учительница. Так что поздравляем всех учителей и сестру свою. Дай Бог всем здоровья. День учителя в России отмечается 5 октября, начиная с 1994 года. Педагоги – люди, отдающие свое время, знания и душу преподаванию. Выражается огромная благодарность каждому работнику образовательных учреждений. И в этот трогательный, торжественный день педагоги во всем мире принимают цветы, подарки и признания.